Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о проигрывателе винила Onkyo CP1500F. Обычно я называю такие устройства проигрывателями пластинок, но сегодня решил изменить себе и использовать модное слово винил. Сейчас можно найти много обзоров современных проигрывателей пластинок, то есть винила, но я хочу познакомить вас с замечательной моделью из прошлого. Уверяю вас, что она не уступает по своим параметрам многим дорогим современным проигрывателям и при этом стоит значительно меньше. Например, на немецком рынке поддержанную Onkyo CP1500F можно купить в приличном состоянии менее чем за 100 евро. Согласитесь, что очень привлекательная цена. Конечно же, если в проигрывателях вас привлекают вовсе не технические характеристики, а антураж, типа деревянного корпуса, рояльного лака и прочего, то эта модель вам точно не подойдет. А если вам нужен недорогой и качественный проигрыватель, чтобы послушать свои старые пластинки, то эта модель абсолютно точно для вас. Конечно же, на ней можно вполне послушать и современные издания. Итак, что мы имеем? А имеем мы полностью автоматический проигрыватель, с прямым приводом и кварцевой стабилизацией. Технические характеристики устройства можно посмотреть в описании к видео. К сожалению, информации об этом устройстве в интернете немного. На сайте радиомузея указано, что ориентировочно данный проигрыватель производился в 1991 году, то есть практически на закате эры механической звукозаписи. Проигрыватель оборудован классическим прямым легким тонармом. В моем варианте установлен звукосниматель с подвижным магнитом. На иглу нанесена надпись Onkyo. Однако я предполагаю, что это классическая аудиотехника тип AT91, изготовленная по заказу Onkyo. Проигрыватель предназначен для воспроизведения пластинок размером 30 и 17 см, на скоростях 33 и 45 оборотов. Как я уже сказал ранее, проигрыватель оборудован двигателем с ревым приводом и кварцевой стабилизацией, что обеспечивает прекрасные характеристики стабильности вращения пластинки и низкий уровень шума привода. К особенностям данного устройства следует отнести возможность полного управления тонармом с панели управления. Управлять тонармом можно при полностью закрытой крышке устройства. Собственное управление тонармом реализовано с помощью отдельного двигателя. Позже в этом видео мы посмотрим, как это работает. Следует отметить, что подобная схема управления тонармом реализована во многих провигрывателях Onkyo. На передней панели устройства есть надпись «трехуровневая изоляция». Скорее всего, речь идет о защите от вибраций. Не знаю, где заложен третий уровень, но два есть точно. Во-первых, подпружиненные ножки, а во-вторых, подпружиненный подвес платформы диск тонарм. Экземпляр, который попал ко мне, находился в очень приличном коллекционном состоянии. Тем не менее, я сделал полную профилактику устройства, а именно смазал все трущиеся вращающиеся части. В результате проигрыватель работает мягко и практически бесшумно. Что я знаю из потенциальных засад в этом агрегате? Главная потенциальная засада – пластиковые шестеренки блока управления тонармом. Но в век широкого распространения 3D-принтеров, изготовить эти шестеренки не составит большого труда. Сейчас я покажу вам, как работает этот проигрыватель. Давайте посмотрим органы управления проигрывателя. Я специально снял крышку, чтобы было лучше видно, как он будет работать. Итак, клавиши включения питания. Вот здесь зажигается такой огонечек, который показывает, проигрыватель в режим кварц-лок или не перешел. Сейчас он горит красненьким, это понятно, потому что диск не вращается и кварц-лок не работает. Вот это клавиша переключения скорости вращения диска – 33,45. Клавиша выбора размера диска – 30 и 17 см. Клавиша включения и отключения повтора воспроизведения. Клавиша поиска – об этом чуть позже. Клавиша подъема и опускания тонарма. И клавиша пуск-стоп. Давайте именно с этой клавишей начнем. Увидим, как срабатывает автоматическая система установки тонарма. Тонарм пришелся на начало диска и началось воспроизведение. Нажмем кнопку «Повторно». Сработала остановка. Теперь два слова про кнопку «Поиск». Управление тонармом можно полностью ввести с пульта управления, причем при закрытой крышке, с помощью вот этой кнопки. Значит, если мы нажмем в эту сторону, у нас начнется движение тонарма. Причем, обратите внимание, когда он достиг пластинки, он начинает двигаться меньше. В эту сторону он поедет обратно. Еще раз сюда. И обратно. Следующая кнопка – это опускание или подъем тонарма. Сейчас у нас тонарм поднят. Нажмем кнопочку, он опустится. Теперь еще раз нажмем кнопочку, он поднимется. Теперь, если мы нажмем кнопку «Пуск-стоп», тонар вернется в исходное положение. Теперь давайте сделаем следующее. Допустим, что проигрывание нашей пластинки находится где-то посередине, и мы хотим перейти на следующую песню. Для этого у нас есть кнопка «Перемещение тонарма вперед и назад». Если мы нажмем «Перемещение и вперед», видите, он поднялся, поехал вперед. Вот. А если мы нажмем кнопочку «Назад», он поедет назад. Таким образом, мы можем позиционировать тонарм в любое удобное нам место на пластинке. Ну и, соответственно, кнопочка «Опустить тонарм» опустит иглу на пластинку. Теперь увидим, как срабатывает автостоп. Мы переместим тонарм к самому концу пластинки. И опустим его на пластинку. Я думаю, что я попал практически в самый конец. Может быть, совсем немножко. Она доиграет. Сработает автостоп. Управление тонарма в данной модели осуществляется отдельным электродвигателем. И никак не связано с вращением диска. Как в некоторых других моделях. Значит, хочу обратить ваше внимание, что при раскрутке диска индикатор кварцевой стабилизации сжигается зеленым. Это означает то, что диск вышел на нужную скорость. Вот если мы возьмем и притормозим диск, вы увидите, как он переключится на красный. О том, что скорость низ, ниже. Сейчас я отпустил палец, и он снова стал зелененьким. Давайте посмотрим, как работает функция повтора. Нажмем кнопочку «Повтора». Вот зажегся сигнал, что включен повтор. Теперь смоделируем конец пластинки. Подведем иглу к самому концу пластинки. Опустим тонарм. Сейчас она выйдет на последнюю дорожку. Сработал автостоп. И проигрывание пластинки запустилось сначала. Вот, наверное, все, что я хотел рассказать про этот замечательный проигрыватель. Спасибо. Продолжение следует...